Хей! Всем привет! Меня зовут Марк. Сегодня мы с вами будем обсуждать худшие и лучшие запуски 2023 года. Потому что, ну, в России нас радуют одни люди, за границей нас радуют другие люди, но чаще всего они вызывают у нас желание убивать. Потому что мне кажется, что глобально на бьюти-рынке есть определенного рода застой. Особенно это касается декоративной косметики, потому что там вообще ничего нового не придумывают. В уходе за кожей новое есть, в уходе за волосами, по-моему, вообще застой уже лет 5. Потому что все вот эти попытки создать некие незабываемые, несуществующие компоненты, это все хуйня ебаная примерно. Ну, давайте обо всем по порядку. Так, что мы имеем? У меня много запусков, но что-то, что меня впечатлило, этого очень сильно немного, к сожалению. Поехали дальше. Громкий и масштабный запуск этого года. Бренд Vegamour в сафаре. И это очень дорогой уход для волос. Там примерно даже Olaplex подсасывает, как бы, на его фоне. Потому что основная фишка этого бренда в том, что они выпустили какую-то сыворотку, дохрена отращивающую волосы. Сыворотку я еще не пробовал. Я начал с их другого хита. Да, это увлажняющая маска Vegamour с карматином. Говнотин? Хренатин? В общем, карматин это веганский кератин. Они делают вид, что это что-то дохрена новое, уникальное. Обожаю вот это вот слово уникальное. Уникальное это значит, ничего такого никогда, блядь, в жизни не было. Уникальное это значит одно и неповторимое. А когда у меня есть маска за 300 рублей от Рише с веганским кератином, ваш Vegamour уже не очень сильно уникальный. Ну давайте по-честному. Ну это же днище какое-то. Начнем с его сказочного, восхитительного и неповторимого аромата. Аромата старой бабки. Я искренне верю, что удовые ароматы нравятся очень многим. Но это парфюм старой бабули. Нечто напоминающее красную Москву. Чтобы вы понимали, оно пахнуло даже через пленку, когда я это купил. То есть запаянная банка все равно воняла. Представляете, как ваши чистые волосы впитают этот запах? От вас люди шарахаться будут. Вы будете просто всегда в социальной дистанции. Потому что люди от вашего аромата будут разбегаться. Он очень термоядерный и очень ядреный. Глобально моя проблема заключается в том, что уже на протяжении многих лет меня крайне редко впечатляют ультрадорогие средства для волос. Ну типа это, блядь, ну нет же. Ну нет. Ну не создают бренды для волос уже достаточно долго ничего нового. Если в уходе за кожей головы мы еще находим что-то интересненькое и новенькое, то вот с длиной, ну как бы, что есть в этой маске? Есть пептиды, увлажняющие компоненты и веганский кератин. Причем меня под каким-то из видео спрашивали, что такое веганский кератин. Здесь описано, что значит они из дрожжей растительного производства применяется процесс ферментации для создания копии белка, шелка, паука, осы. И в общем считается, что именно вот этот кератин, он типа самый, самый какой-то дорогой и сложный. Но, блядь, танцы с бубнами не обозначают, что этот продукт стал каким-то обосраться классным. Основное направление вегамура это омоложение ваших волос, омоложение кожи головы, стимуляция роста, включая то, что у них есть средства, которые устраняют седину естественным образом. То есть заставляют вашу кожу головы снова быть молодой и юной, и что у вас начинают расти не седые волосы, а ваши привычные. Не уверен, что это так работает, но в их до-после очень сильный результат. Как по мне маска хуйня ебаная. Ну в смысле очень обычная, очень унылая, недорогая маска для волос, которая очень сильно неприятно пахнет. У меня давний фаворит, это очень бюджетная, очень классная маска от Рише. Если вы будете изучать состав, то в целом, глобально, не один в один, но в целом очень сильно похоже. То есть и здесь, и здесь есть веганский кератин. И здесь, и здесь есть пептиды. Здесь 5 экзотических масел, здесь, ну тоже есть какие-то масла. Не буду пересчитывать сколько их. Аминокислоты и там, и там. И нулин, и там, и там. А эта маска мне очень нравится. Она одна из немногих масок, которая напитывает волосы, делает их гладкими, чтобы они не пушились. При условии того, что у меня пористые волосы, мне эта маска очень сильно помогает. То есть она делает волосы гладкими, напитанными, не такими безжизненными, потому что, как вы мне рассказывали, что осветление у нас щадящее. Ни хрена оно не щадящее, будем честными. Так вот, маска супер напитывающая. Она действительно дает салонный эффект. Причем я применяю вместе с этой маской всякие лайфхаки, типа из категории намазать эту маску и погреть феном. Потому что тогда получается эффект как от кератина для волос. Мне нравится, насколько рассыпчатые, мягкие, классные, гладкие волосы после нее. Оба продукта веганские, потому что они так сейчас в 2023-м орут «Мы веганский бренд!» Так можно сделать веганский бренд за 300 рублей. Ну, типа, они оправдывают свою дороговизну, в том числе и веганством. В этой маске, может быть, в сыворотке их, конечно, для роста волос есть что-то уникальное, но в этой маске из уникального примерно нихуя. И там, и там молочная кислота для блеска. Здесь на втором месте жирный спирт, здесь кокосовое масло, на третьем месте здесь органовое масло, здесь на третьем месте еще один жирный спирт, и дальше идет кокосовое масло. Вам не кажется, что это как бы, ну, ну, как-то неловко, когда дорогой люксовый бренд подделывает реше? Эта маска максимально для всех типов волос, она максимально улучшает особенно крашенные волосы, и эта маска подтверждает мое масштабное, глобальное разочарование в очень дорогих продуктах для волос. Надеюсь, что в ближайшее время у нас выйдет видео про волосы, и вы посмотрите в процентном соотношении, сколько у меня люксовых продуктов, и сколько у меня недорогих продуктов для волос. И мне искренне кажется, что они работают лучше, при условии того, что я пробую абсолютно все, причем пробую не по одному разу, Олаплекс не даст соврать. Короче, классная, бюджетная, работающая маска, которая создаст вам эффект салонного ухода максимально доступна. Я показываю эту маску уже не первый год, и я искренне считаю, что эта маска прекрасна. Давайте начнем с худобьюти, и тушь, за которую надо дать премию. Премию в виде казни, потому что тот человек, который придумал эту тушь, явно должен сдохнуть. Я очень на это надеюсь, потому что это отвратительно, ребят. Мы еще будем отдельно говорить про Худу. Она запустила две туши, вторая из них вышла в этом году. Это тушь с щеткой-трансформером. Только трансформер она исключительно от того, под каким углом вы ее красите. Если вы привыкли, что одним движением вы красите ресницы на одном глазу, дальше переворачиваете, красите на другом, то забудьте об этом. Я не знаю, как ловить нужный угол, чтобы два глаза получились одинаковые. Когда вы меняете положение руки и начинаете красить второй глаз, у вас будут другие ресницы. Здесь разных углов, разные щетинки. Из-за этого у вас одна сторона, это, блядь, трансвестит выходного дня, а вторая паучьи лапки. И непонятно, как бы, что с этим делать. То есть тушь максимально стрёмная, максимально убогая, так еще и размазывается. Она очень любит отпечатываться на веках, под глазами, моя зая, чтобы вы сдохли просто. Ну, просто белорусская тушь за 150 рублей, и того лучше. То есть какой утырок придумал эту извращенную щетку, это к вопросу о застое. Когда начинается вот этот застой, люди не могут придумать ничего нового, они начинают творить ебучую дичь. И это просто... Ну, кто это сделал? Главное, зачем? Плюс эта странная щетка периодически с разных углов набирает шматки туши. Шматок туши! То есть из-за этого она ее не размазывает, она ее ложит. Ложит вам на ресницы. Как будто кто-то насрал вам тушью на глаза. Моя зая. Чтоб вы сдохли просто. Просто ужаснейшая тушь. Я просто давно вот так не разъебывался с туши. Поехали дальше. Следующий запуск худы, который я считаю удачным. Это палетка Pretty Grunge. Pretty Grunge это максимально драматичная, гранжевая, вечерняя палетка теней. Это для тех, кто любит, чтобы вот прям темно, насыщенно, смоки, яркие, выразительные, вечерние, драматичные, можно даже сказать, готические макияжи. И совершенно как бы прекрасная палетка. Она является такой реверсией на тему New Nude, которая мне тоже очень нравится. Но мне по-прежнему вопросики к кремовому продукту в сухой палетке, потому что он даже в новой палетке был уже засратый. Что уже говорить о том, что когда ты ей пользуешься. То есть здесь темная гамма, все для ее растушевки, красивые металлики и черная база, которую вы используете для того, чтобы сделать максимально драматичные смоки. Палетка классная, красивая, очень успешная, очень популярная, в целом хороший запуск и очень интересный. Но я не уверен в том, что вы должны там выбрать ее. Условно, вам не нужно 100-500 палеток, потому что есть альтернативная палетка. Это Наташа Денона Ксенон. У нее был мини-ксенон. И эта палетка тоже для смоки. И мне кажется, что Наташа Денона Наташа Денона Зайчка. Мне нравится то, что делает Наташа Денона. Ну, Наташа Денона предложила нам всем верните мой 2007-й. После этого была запущена, собственно, Pretty Grunge. И мне нравится тенденция на темные драматичные макияжи. Я уверен, что мою позицию разделяет не очень много людей. И возвращать 2007-й никто не хочет. Все хотят быть нежной девочкой с растушеванной коричневой стрелочкой. Вы не заебались. Ну, хочется же яркого, красивого, вечернего, чтобы выйти так прям роскошно. Мне кажется, это отличная палетка. Прям очень. Если говорить про российские бренды, еще один крайне интересный запуск этого года это палетка Neuro Artist от Influence Beauty. Эта палетка создана при участии нейросетей, которые сгенерировали наиболее трендовые и вдохновляющие цвета для футуристичного, яркого, трендового макияжа. На самом деле палетка максимально универсальная. Хотите покреативить? Пожалуйста. Хотите что-нибудь мягкое, натуральное? Пожалуйста. В палетке есть пять ярких, акцентных цветов и еще пять цветов для растушевки, затемнения или бликов. У Influence Beauty новая формула теней, которая называется Pigment Agent, благодаря которой происходит более мягкая и легкая растушевка, а также лучшая передача оттенков на кожу. Мне больше всего нравится, что вот эти яркие цветные акценты, они действительно стойкие даже без подложки. Но я все равно для именно полной передачи рекомендую использовать белую базу, потому что все-таки у всех у нас разный оттенок кожи и цвета могут выглядеть по-разному. Знаете, это такая максимально трендовая и универсальная палетка теней, с которой может поиграться абсолютно каждый, не важен ваш возраст, не важен ваш вкус, вы можете придумать что-то свое, и тени правда действительно классные. Вот эти вот яркие цвета, они такие мягкие, они так хорошо переносятся. Палетка эксклюзивно представлена в магазинах L'Etoile, там очень красиво сделали корнер под эту палетку. И что самое главное, яркие вот эти сияющие оттенки переносятся так же хорошо, как и матовые, потому что мы часто знаем, что в бюджетном сегменте найти классную палетку, в которой одинаково хорошо переносятся все оттенки очень сложно, но здесь прям очень крутая история. Мне, конечно, очень нравится этот фиолетовый, я прям жду, что в какой-то момент Influence Beauty сделает коллаборацию с Леной Шейдлин, потому что мне кажется, это максимально в ее стиле нейросети, искусство, яркие цвета, конечно, очень красивый вот этот бирюзовый, ну прям вот очень красивый. Мне кажется, эта палетка станет отличным дополнением для новогоднего макияжа, и только посмотрите, как она переносится, то есть я просто тыкаю пальцем на сухую руку, то есть это очень круто. Эта палетка является фантазией на тему диджитал-искусства, это сейчас безумно модно, все эти нейросети, искусственные интеллекты, и мне очень нравится эта тенденция, что это все вливается в нашу постоянную жизнь, что это все создает нам что-то новое, что-то интересное, когда человеческий мозг хватает только на то, чтобы перепевать старые песни, нейросети генерируют что-то новое. Из главного в этой палетке она абсолютно самостоятельна, то есть нет такого, что у вас здесь яркие, странные, непонятные цвета, и вы не понимаете, что с ними делать. Все эти цвета отлично смешиваются между собой, создавая мягкие растушевки, и они правда очень хорошо наносятся. Кистью, пальцем, руками, чем хотите вообще краситесь, потому что я-то ждал, что она будет такая блекленькая, а она весьма себе даже очень сильно яркая. И даже вот эти акцентные блики очень сильно красивые. Палетка очень бюджетная, вы можете найти ее эксклюзивно в магазинах Литуаль, но вы не думайте, что в этой палетке вы должны делать исключительно яркие макияжи, здесь также есть базовые оттенки, сияющий оттенок цвета шампанского и вот этот дуахромный топер, который можно нанести чуть ли не на все века и получить максимально зимний искрящийся модный макияж. Мне кажется, это очень классная альтернатива, яркая, современная, молодежная. Эта палетка может стать дополнением к вашим любимым палеткам, это отличный подарок, особенно для тех, кто любит творить, создавать что-то новое. Мне очень нравится этот бирюзовый цвет, мне кажется, он безумно красивый и он может стать отличным акцентом в вашем новогоднем макияже. Мне кажется, это прям очень круто. Мы продолжаем развеивать мифы, что все блогеры делают говно, а не косметику. Есть небольшое слишком количество брендов и продуктов от блогеров, которые мне нравятся и которые вообще в принципе имеют популярность за пределами блога и их продаж, потому что чаще всего это глубоко вторичное дерьмо, в лучшем случае это коллаборация с каким-то брендом, в худшем случае это когда на китайском заводе клепают какую-то дичь, пишут свое имя и продают вам. Большой запуск Daisy Skin от блогера Daisy Perkins и ее хит, продукт, который стал просто безумно популярным, это крем для беременных, да, это может звучать очень странно, по-наркомански, почему он стал популярным, и популярным он стал самое эпичное, что не среди беременных, это плотный, глубоко увлажняющий бальзам, в прямом смысле похожий на обеспечительный, ультра увлажняющий, препятствующий всяким растяжкам, обогащенный витамином Е и всякими-всякими полезными средствами, и всякими полезными компонентами, безумно крутая история, и мне очень нравится, это продукт, который смягчает кожу просто невероятно, при сочетании с кислотами и ретинолом он делает кожу просто какой-то волшебной, он не суперкомфортный, это средство можно наносить только на ночь, потому что это такая жирная мазь, не знаю, прям реально похоже на кусок сливочного масла, никакого запаха, если у вас есть возможность намазаться и походить голой, сделайте так, потому что тогда вы не испачкаете постельное белье и не вытрете все, потому что впитывается это достаточно быстро, и боже, это такая крутая штука, я пока не пробовал остальной уход от Дэзи, но это прям must have рекомендации, ну, видимо, поскольку она выпускала это, когда была сама беременная, мазала себе на живот, но это прям очень круто, я очень рекомендую это средство, и оно просто какое-то огнище, из ужасных запусков этого года это, конечно, гель для душа от Золотого Яблока, но это же ужасно, ребят, бренд назвали For Me, только, будем честными, это форпустые полки, которые у них в магазине, и нехуй продавать, поэтому нужно как-то выживать и зарабатывать деньги, поэтому выпускаем ебучий гель для душа, который не нравится, сука, никому, это самое эпичное, каждый раз, когда мне не нравится какой-то продукт, я пытаюсь найти альтернативный взгляд на это, может быть, я что-то не понял, распробовать продукт, попробовать его еще раз, ощутить всю прелесть этого шикарного творения, но нет, это просто тварь, это просто тварь, которая, во-первых, а, блядь, безбожно, безбожно сушит кожу, и не только мне, но и людям, которые писали отзывы на этот ебучий гель для душа, также эта хрень мерзотно и отвратительно воняет, знаете, это история, в которой, ну, у вас уже месячные в этом месяце были, голова уже болела, и нужно как-то отмазаться от секса, и вот вы моетесь этим гелем для душа, и от вас невообразимо воняет, это гарант того, что на первом свидании у вас ничего не будет с мужиком, он даже не повезет вас домой, а вызовет вам интеллигент на такси, лишь бы не ехать с вами в одной машине, потому что у вас, от вас химозный, жуткий, отвратительный запах этого ублюдского геля для душа, просто он как бы называется дейтнайт, типа, можно пойти на свидание с этим запахом, но нет, но нет, только если вам очень сильно не нравится кандидат на этом свидании, причем у меня стойкое ощущение, что золотому яблоку примерно похуй, что думают люди про этот гель для душа, они его очень активно рекламируют, очень активно продвигают, то есть чем больше люди пишут, что вы выпустили говно, тем больше они его рекламируют, вопрос дня, вы ебануты, ну то есть может вы эти деньги потратите на перезапуск этого геля для душа, я понимаю, это нормально, когда у магазина есть собственная марка, в этом нет ничего плохого, но никогда вы выпускаете химическое оружие, возможно, этим гелем для душа стоит обработать квартиру от тараканов, как минимум переменуйте его из дейт-найт в гель для душа воздержание, потому что, как мне кажется, к вам захочет присоединиться только Иришка Чики-Пики, просто всем кажется, что гель для душа с хорошим ароматом и парфюмерной композицией должен стоить очень дорого, но это совершенно неправда, плюс золотое яблоко напихали в гель для душа натуральные масла, которые у большого количества людей, помимо тошнотного ощущения от аромата, вызвали аллергическую реакцию, это не очень хорошо, на самом деле в парфюмерии уже давно, давно не используют огромное количество натуральных компонентов для отдушки, например, все озоновые ароматы не имеют натуральных ингредиентов, все эти молекулы искусственно созданные, бренд On Me в этом году запустил гели для душа совместно с нейросетью, нейросети, конечно, в этом году стали прям ну каким-то неотъемлемым частью нашего бытия, On Me перезапустили свою линейку гели для душа и сделали арома гели для душа с потрясающими ароматами, во-первых, очень изменилась формула, они усилили моющие свойства, но при этом минимизировали сухость, которую они могут вызывать, в этом плане люди жаловались, что гель для душа от золотого яблока, в этом плане гель для душа от золотого яблока еще и хуево пенится и хуево моет, поэтому эта история с их отдушкой, ну и складывается легкое ощущение, что вы пытаетесь не помыться там от запаха пота и грязи, а скрыть запах пота и грязи, значит, гель для душа On Me, потрясающие композиции парфюмерные, на картинке здесь, на основе этого аромата искусственный интеллект генерировал произведения искусства, мне кажется, это безумно круто и очень интересно, потому что мне нравятся те произведения искусства, которые создает нейросеть, мне очень нравятся все эти современные тенденции, мне очень хочется быть частью этого и люди, которые отрицают прогресс нашей жизни, горите в аду. Линейка ароматов очень большая, каждый найдет себе то, что ему ближе, обязательно читайте описание, потому что, возможно, оно будет вам подсказывать, что лучше выбрать, потому что картинка полностью отображает эмоции и ощущения от аромата, которые вы видите, например, гель для душа, пудровый сонет, это такая история про эпоху ренессанса, белый мускус, нотки ванили, и это очень красивый запах, очень нежный, ненапрягающий, но чуть-чуть такой винтажный, знаете, гримерка большого театра слегка, нет, не в смысле, плотные колготки, мой фаворит, это парадокс сандал, я вообще, в принципе, очень люблю сандал, ноты белого кедра, мускус, из интересных фактов, масло сандала содержится не в листьях или стеблях, а в древесине, каждый найдет себе аромат по вкусу, и это история, где в бюджетном сегменте сделали очень доступные, очень с хорошим составом гели для душа, по традиции, здесь расписаны все ингредиенты, все павы, что из этого натуральное, что из этого безопасно и синтетически, и это очень хороший гель для душа, супер доступный, очень приятный, который каждый может себе позволить, и при этом не пахнуть просто мылом, а пахнуть очень тонко, очень стильно и очень дорого, мы не можем пропустить с вами достаточно громкий запуск этого года, я рассказывал о нем вот в этом видео, обязательно посмотрите, ну как громкий, я бы сравнил его с женщиной, орущей, что у нее джинсы по акции на рынке, это запуск косметики Гуара Витиссян, как бы персона весомая, запуск как бы есть, но глобально всем как бы похер, ну мы же честно все понимаем, что всем прям ну вот насрать, ну типа я не знаю кто эти люди покупающие эти карандаши за безумные деньги, ну просто они для импортной косметики стоят дороговато, для отечественной ну вы должны быть совсем угашеная, чтобы это покупать за такие деньги, с учетом того, что мы все знаем сколько эти карандаши стоят на самом деле, что они стоят 3 копейки и карандаши для губ просто ужасные, ну ужасные, цвета как будто из зада, но Гуара Витясян продолжает радовать нас своей косметикой и выпустила карандаши для бровей, по моим ощущениям она угорает, ну потому что по-другому объяснить это невозможно, во-первых опять цена, она выпускает карандаш а-ля Vivienne Sabo, который стоит 300 рублей за 1300, даже почти 1400, а если это все еще и без скидок, то этот карандаш вообще написано шестой тысячу девятьсот девяносто, двадцать долларов за карандаш для бровей, который стоит 300 рублей, у меня что-то не очень складывается в голове, но хрен бы с ним, у меня оттенок софт браун и у Гуар явно какие-то недружественные отношения с заводом, потому что она в очередной раз не смогла смешать оттенки, потому что софт браун это холодный коричневый оттенок, который чуть темнее толп, но, блядь, здесь какой-то желтовато-рыжеватый коричневый, это, блядь, чё? Увольте, блядь, человека, который мешал краске, он дальтоник, ладно, про громовку карандаша я вообще молчу, потому что она выглядит как издевательство, в принципе, в этих ультра-тонких механических карандашах мало продукта, но даже Vivienne Sabo дотянули до 0,1 грамма, а здесь как бы даже и этого не набралось, но хрен бы с ним, в народе уже его прозвали карандаш, избавляющий от прыщей, правда, это не я придумал, но это очень смешно, зачем для рекламной кампании делать трансформации при условии того, что ты продвигаешь карандаш для бровей, а не крем от прыщей и не тональник, для меня большой вопрос, как будто все дружно ебанулись и сошли с ума, ну то есть вот эта реклама с пародией на Шарлотт Тилбори, неужели даже наши креаторы не могут придумать ничего своего, то есть это абсолютный закос на Шарлотту, на ее легендарные рекламные кампании, но, блядь, при чем тут прыщи, можно мне объяснить? Пожалуйста, тут речь как бы идет про брови, ладно, сам карандаш сделан Германии, хорошо, допустим, только мой вопросик, неужели, неужели эта формула настолько дешевая, что вы не смогли найти баланс между пигментом и воском, во-первых, этот карандаш блядски сухой, возможно, этим карандашом надо делать себе микроблейдинг, чтобы, блядь, выцарапать себе нахуй эти брови на лбу, чтобы уже, блядь, они остались навсегда с вами, дальше, хули, он так ломается, ну, то есть, это следствие первого пункта, если карандаш супер сухой, он очень ломается, есть, конечно, вероятность, что это не ошибка формулы, а что эти карандаши лежали, что они были старые, их просто расфасовали и продают сейчас, и они просто иссохли, ответа на этот вопрос у меня нет, царапать себе брови на лбу, это омерзительно, просто человек, который сам много лет показывал дешевые карандаши Вивьен Сабо за 300 рублей, который популяризировал их, рассказывал, какие они классные, выпускает карандаш худшего качества, и при этом стоит он просто в 4 раза дороже, просто в 4 раза дороже, сниз хуя, просто, опять этот ублюдский дизайн, который просто выглядит, как будто ширпотреб с Алиэкспресс, ладно, бог с ним, ломающийся карандаш, у вас и так там мало продукта, он будет еще больше ломаться, но из-за того, что там действительно нет вот этого баланса между воском и пигментом, карандаш плешивит, то есть вы не можете провести ровную линию, вы все время вот это будете штриховать и пытаться заполнить пустоты этим карандашом, но проблема заключается в чем, когда вы начинаете вычесывать, у вас брови в стиле леоперт, возможно, гуар просто следует современным трендам, больше леоперда, леоперт на бровях еще никто не пробовал делать, обычно все там, знаете, юбочка, лосинки, а тут леопертовые брови, то есть с одной стороны мы говорим про импортозамещение, о том, как классно справляются наши бренды, а с другой стороны наши же инфлюенсеры, популярные люди позорят бьюти-индустрию и выпускают такое днище, но если вам казалось, что мы достигли дна, то снизу постучала Леночка Крыгина, которая теперь выпускает, помимо своих ебучих конкретов, еще и уход за вашей кожей, я искренне не хотел обзирать это творение от слова тварь, но это, ребят, просто ужасно, вы очень просили меня в телеграме, не забывайте подписываться на мой телеграм, Елена Крыгина выпустила линейку ухода, уже звучит как угроза, если рассуждать глобально, то там плохо все от начала и до конца, начиная с упаковки, заканчивая формулой, но идея в общем-то не нова, визажисты действительно в рамках декоративной косметики выпускают дополнительную линейку ухода, который можно использовать перед макияжем, для того, чтобы подготовить лицо модели, для того, чтобы все ложилось намного лучше, потому что мы все с вами адекватно понимаем, что ухоженную кожу красить намного проще, и часто это экспресс-средство, например, большая линейка ухода есть у NARS, недавно запустилась также большая линейка ухода для визажиста у Hourglass, это именно такие экспресс-средства, которые быстро увлажняют кожу, чтобы тональник лучше ложился, но Лена выпустила прям уход и рассказывает, что этим можно пользоваться даже на ночь, ключевой момент, что у меня крем, и на нем написано, что им можно пользоваться на ночь, видимо, именно поэтому там такой состав, этот состав звучит как угроза, это нечто среднее между кремом невесты ебучим и филарга Oxygen Glow, но получилось почему-то средство за 400 рублей, возможно, за 500, я сейчас поясню, это нечто на основе сквалана, хороший компонент, очень люблю, но для того, чтобы имитировать гладкость, Елена решила, что микропластик это самое нужное в вашем уходе, я не против микропластика в дневном креме или в креме, который позиционируется как праймер, потому что это имитирует, что у вас гладкая кожа, но риск возникновения прыщей супер высок, зачем вам имитация гладкости перед сном, я не знаю, возможно, вы должны спать накрашенной, потому что, ну как, ну как, Селена Гоми спит накрашенной, ну и вы спите, следующий момент, это, конечно, пигмент, по многим источникам, пигмент, который использовала в составе этого крема, Елена, ну указана, аллергия и иммунотоксичность, по-моему, это не очень хорошо, или мне кажется, то есть вы на полном серьезе, осознанно намазываете пигмент, потому что это красный пигмент, его очень сложно получить, хороший пигмент, который можно использовать, стоит дорого, жуков не очень cruelty free, если мы говорим про кармин, то Лена использует пигмент, который вызывает аллергию и иммунотоксичность, ой, а можно не надо, можно не надо никогда, я пытался понять, на что этот крем похож, потому что мне искренне казалось, что где-то я уже видел похожий состав, очень много сквалана, ребята, это на 90% крем скинкей, это крем скинкей за 600 рублей, он в разное время на вайлбаре стоит от 400 до 600, сквалан, это не очень дорого, это хороший компонент, но драть за него 2000 можно только в том случае, если вас кто-то драл и выдолбил вам весь мозг, помимо всего прочего, по какой-то невероятной причине, что Гуар, что Елена, они прям стремятся к максимально ублюдским, дешевым, отвратительным упаковкам, чтобы вы понимали, когда я писал про крем скинкей, да, он очень дешевый, он очень доступный, но это крем, который может себе позволить буквально каждый, это очень хороший базовый крем, без этого красного пигмента, без, совсем, полностью, и стоит всего 600 рублей, так вот, люди говорили, формула старовата, эмульгаторы не очень современные, и упаковку хотелось бы получше, он стоит 400 рублей, 400, а не две штуки, а тут вы получаете то же самое с каким-то сомнительным токсичным красным пигментом за две, за две, ничего так, вот тут претензий никаких нет, что упаковка не очень, это просто дешевая, хуевая, какая-то промышленная пластиковая банка, из которой даже не подрезали контакты, вот эти, знаете, места соединений с формой, то есть, блять, настолько отвратную упаковку надо еще поискать, есть такое ощущение, что, что Гуа, что Елена соревнуются, кто, блять, втюхает более дешманский продукт по более дорогой цене, и знаете, что меня разъебывает больше всего, Елена популяризировала много лет, суперлюксовый, супердорогой уход, она показывала ламер, она показывала пудру корон, люди брали, блять, кредиты, чтобы купить ее список, потому что она показывала ультрадорогие средства, и теперь сама толкает вам днище, ну вот смотрите, вот это восхитительный крем от Ла Прери, вот это потрясающий тоник от Ла Мэр, вот это великолепная тональная основа от Клэ Депо, Елена, это все нам? Нет, вам сиром и убогим вот это днище, пойди прочь, то есть такое ощущение, что это выглядит как издевательство, мы продаем вот эту дешманскую хуйню в ублюдской максимально отвратительной упаковке, там даже коробка, блять, дешевая, для того, чтобы самим никогда этим днищем не пользоваться, Елена, к моему великому сожалению, она, видимо, купила все-таки марафон у Оксаночки Самойловой, потому что по-другому объяснить происходящее я не могу, в составе этого средства есть синтетические блестки, ну как же, Лена в описании обещает, что ваша кожа будет буквально сиять, буквально сиять не от кислот, не от ретинола, не от витамина С, а от блесток, прикол хотите? Это блестки, которые добавляют в палетку теней, класс, Лена, очень уходовый продукт, очень, мне одному кажется, что что-то пошло не так, ребят, объясните мне, что я в этой во всей истории не понимаю, очень дорого, очень бесполезно, за 400 рублей можно купить крем куда приятнее, который на 90% состоит из сквалана, и иметь увлажненную, хорошую, холеную кожу без всяких лишних добавок, ну, здесь у Лены из активов есть неоциномит, что правда, то правда, спасибо, у меня вопрос, неоциномит борется с пигментацией, а в креме есть пигмент, интересно, они в креме не подерутся? Почему они выпускают такое дно? Ну, почему? Это люди, которые много лет в индустрии, у которых есть ресурсы, у которых есть насмотренность, которые могут вдохновляться лучшими, самыми дорогими, самыми роскошными брендами, и люди готовы были бы заплатить за это много, если бы это было что-то волшебное, ну, я понимаю, что сейчас и все эти люди используют освободившуюся нишу, потому что многие продукты тупо недоступны, ну, сделайте вы, блять, что-то хорошее, аудитория будет вам благодарна, а тут, вот вам блевота в банке, вот вам ублюдский карандаш, живите как хотите, такое ощущение, что больше, чем на нас наложили санкции, на нас накладывают собственные сограждане, ну что, на сегодня это все, я надеюсь, что вам было интересно, не забывайте подписываться на мой канал, на мой телеграм, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие запуски в этом году для вас стали открытием, я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро, меняйте себя, и мир вокруг вас изменится, пока-пока, пока-пока! Продолжение следует...